привет youtube сегодня парни такое небольшое видео будет хочу рассказать вам про данный двигатель автомобиль автомобиль 2003 года так пробег на ней 260 плюс точно не помню сколько значит была приборка поменена сейчас там 80 лишним тысяч километров но смысл нет показывать придется поверить на слово вот ну 260 плюс хочу показать вам что бывает от дизельного масла дизельное масло начало применяться здесь от 60 тысяч ну и заодно вскроем клапанную крышку заодно поменяем на такую вот прокладочку силиконовую старую прокладку резиновую она еще как бы хорошие но почему-то мне охота силиконовую сюда воткнуть и нигде она не бежит еще старая но и заодно посмотрим какой налет есть от дизельного масла и вскроем постель распредвала и посмотрим какой износ на постелях если он вообще но я думаю снимать я не буду весь этап разборки короче сниму и потом уже продолжим видео так значит снял я крышку клапанную что мы видим здесь видно что отложений нету практически двигатель практически чистый здесь вот есть немного старые но я думаю это еще от масла я покупал заливал сюда на зиму 020 дымится это она так оставила такие следы нос практически сажи нету лаковых отложений нету отмыто все чистенько посмотрите на кулачки кулачки практически нету износа за 260 тысяч вот кулачок отлично видно нету износа расход масла расхода масла меняется раз семь восемь тысяч за семь восемь тысяч где-то уходит порядка двух трех миллиметров но это буквально около 100 грамм но так в целом двигатель чистый нормальный так вот она клапанная крышка здесь вот маленько есть но это я опять же повторюсь это вот масло и дымится 020 которых ну вот смотрите даже он такой мягкий все оттирается это дизельное масло так моет весь мягкий никаких промывок абсолютно никаких промывок здесь не использовалась вообще никогда самой покупки автомобиля покупала ее мой тесть я этот автомобиль знаю как бы досконально там внизу вот видно все чисто практически чисто масло дизельная наша советская использую использовалась лукойл и 530 и 1040 короче какое удавалось достать вот сейчас снимем постель крышку распредвала и посмотрим уже вот это вот снимем посмотрим что под крышкой постели так если износ в постели так снял я крышку с протру крышку распредвала вот она крышка сама внутри часть чистая чуть-чуть какой-то налетик есть такое от масла но сама крышка как бы есть какие-то микро 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 они даже вот ногтем вообще не ощущается микро царапинки ну думаю за двести шестьдесят тысяч это херня вообще износ вот распредвалы тоже такая же ерунда вообще практически не ощущается ногтем микро царапинки здесь вот ну чуть-чуть какие то есть кулачки кулачки просто идеальный вообще идеальный 0 0 износа и то есть там цар царапинки потёртости но я думаю это наверное при обкатке двигателя значит пересмотрел много видео на каналах и power с парень занимается ремонтом артем по моему имя парень занимается ремонтом корейцев автомобилей корейских и танки хендайды всего прочего вот значит заезжает машина сто тысяч двести тысяч пробега в разные пробеги конечно бывает в автомобиле даже вот заезжать 30 тысяч и там распредвалы и вот этот красный кокс красный лак то есть лаковое отражение но короче это сделал я вывод пересмотрев видео много что убивает двигатель вот эти вот импортные масла все на всяк с этими импортными присадками или как их там назвать вот я думаю там но все заливает хорошее масло так как денег как бы никто не жалеет машины бывает и в одних руках хана им приходит ну вот короче вывод такой почему еще дизельное масло дизельное масло есть мощная моющая присадка вы знаете как дизелях мощные отложения идут эти отложения должны с растворяться смываться либо фильтр удерживаться в масле во взвесе либо фильтр либо в центрифугах вся вот это вот сажа да все есть нагар и вся подобная хрень вот ну поэтому я выбрал как бы такое масло но отлично моет не закоксовывает поршневые кольца даже ну сто процентов она раскоксовывает поршневые кольца если у вас уже немного подъедает масло если конечно много то она сильно не поможет вам и сильно из раскоксовки ты не помогут если у вас сильно закоксована поршневая только поможет разбор двигателя прочистка и поршней и все такое ну как бы вот так такой вот небольшое видео хотел поделиться вам такой вот информацией в этим двигателе ничего не ремонтировалась я имею до меня вас прокладка там под крышки клапанов сальники распредвала но генератор стартер само собой все двигатель головка завода ни разу не скрывалась и все есть как есть все родное стоит на самом блоке форсунки родные форсунки мы летом расход снизился значительно но намного снизился ладно сейчас соберю на новую прокладочку и в путь еще 1000 на 150 точно отходит выбирайте дизельное масло но не импортное берите наши с нашими присадками с за счет советскими которые не надо там покупать дорогие масла и все такое использую используйте на зиму 530 это лукойл авангард профессионал у него отличная мощь отлично щелочное число высокая мощь и значит присадка ну и на лето там уже смотрите сами подешевле это 10 в 40 ладно поддержите канал лайком подписочкой ну следующем видео я наверное разберу от чего идут задиры значит чего съедает шейки от чего как сует кольца короче постараюсь подробно все рассказать и объяснить всем пока удачи